данный узор может вязаться в любое число петель я буду вязать на четном числе петель итак набираю четное число петель у меня будет 20 первый ряд узора будет вязаться по изнаночной стороне кромочную петлю снимаю и перехожу сразу же к узору увожу нить за работу следующую петлю провязываю лицевой следующую петлю переснимаю не провязанной на правую спицу нить завожу в петлю как в изнаночную то есть справа налево вот так а рабочая нитка при этом кладется на спицу петля снимается рабочая нить на спице опять лицевая петля снимается рабочая нить на спице лицевая чередую так до конца ряда снимаю лицевая снимаю лицевая и опять снимаю кромочную я всегда провязываю лицевой можете провязывать ее так как вы привыкли первый ряд на этом готов второй ряд второй ряд это будет лицевая сторона и здесь все еще проще чем в изнаночном ряду опять кромочную снимаю увожу нить за работу и дальше просто все петли провязываю лицевыми у меня идет петля и накид вот петлю и накид я провязываю лицевой вместе в данном узоре это будет одна петля считаться и всегда провязываю вместе дальше идет петля она стоит изнанкой и провязываю просто лицевой до петлю с накидом вместе лицевой и просто лицевая чередую так до конца ряда кромочную провязываю лицевой переворачиваю изделие и перехожу к висанию 3 ряда опять по изнаночной стороне кромочную снимаю увожу нить за работу и третий ряд на самом деле идентичен первому только вяжется он в шахматном порядке если первые мы начинали с лицевой вторую снимали здесь наоборот первую снимаю как изнаночную нить на спице дальше лицевая опять снимаю как изнаночную лицевая снимаю лицевая фактически этот узор состоит из одних лицевых петель никаких других петель я не вяжу только лицевые очень простой и очень красивый получается узор вяжу так до конца ряда то есть над петлей которая в предыдущем ряду была снята сейчас вяжется лицевая а та которая была провязана в первом ряду лицевой над ней делается снятие петли соответственно закончила я лицевой этот ряд потому что набирала четное число петель и кромочную тоже делаю лицевой третий ряд на этом готов и четвертый ряд он опять вяжется по лицевой стороне здесь все петли лицевые кромочную снимаю увожу нить за работу лицевая дальше лицевая и накид провязываются вместе то есть этот ряд идентичен второму ряду опять лицевая лицевая и накид провязываются вместе лицевая и продолжаю так до конца ряда фактически раппорт этого узора в высоту будет состоять из 4 рядов а в ширину соответственно из двух видов петель дальше нужно будет вернуться к первому ряду и повторять эту последовательность на величину вашего изделия и вот какой красивый узор посмотрите получается у меня узор плотный объемный подойдет для синих вещей для шапочек шарфиков снудов посмотрите он еще и толстенький в толщину можно связать кардиганы этот узор называется либо патентный жемчуг либо жемчужная бриошь видите он напоминает жемчужный узор спицами но здесь еще присутствуют патентные петли и поэтому образуются такие галочки техническая сторона этого узора здесь просто изнаночная гладь надеюсь что вам понравилось это видео если это так то не забывайте про свои лайки подписывайтесь на канал спасибо за внимание пока пока пока